Всем привет! Весокосный год подошел к концу. Уф, наконец-то. А вместе с ним и эпоха Трампа в Белом доме. Что ждет Америку в ближайшем будущем, мы и узнаем, посвятив этот выпуск президентской речи Джо Байдена. Меня зовут Кэт, и ты смотришь Puzzle English. Погнали! А пока не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому суперполезному видео, чтобы помочь нам развивать канал Puzzle English и чтобы это видео увидело как можно больше людей. Здесь Байден обращается к американцам, проголосовавшим за него, и называют свою убедительную победу победой народа. Что нам здесь важно, так это fellow может быть как существительным, и тогда оно означает парень-мужчина. Например, вы, слушая речь нового президента, могли бы обратиться к телевизору со словами Или вы пришли на вечеринку со своим новым парнем, например, и ваша лучшая подруга спрашивает Обратите внимание, в разговорной речи fellow может произноситься как fellow. Иногда слышно это в фильмах. Также fellow может быть прилагательным, стоять перед другим существительным, как в нашем случае. Имеется в виду человек, принадлежащий к той же группе, или имеющий с ней нечто общее. В данном случае общим является нация, поэтому Группа людей может быть любая. Помните, чтобы учить английский, нужно найти интересный способ именно для вас. Нравится смотреть видео на английском? Любите читать? Читайте интересные книги. А на сайте Puzzle English можно закреплять полученные знания. В тренажере видео пазлы слушайте речь носителя языка и складывайте предложения. Слушайте аудиокниги и сохраняйте незнакомые слова. Учите по 30 фраз в день и улучшайте свой английский каждый день. Здесь Байден говорит о 74 миллионах, проголосовавших за него, невиданном в единстве голосов за всю историю Америки. Он обещает быть президентом, который стремится не к разделению, а к объединению. И видит не красные и синие штаты, а Соединенные Штаты. I pledge, говорит он, что означает I promise, я обещаю, я обезуюсь. Клянусь, я буду чтить свою жену, говорит новоспеченный жених, ну или думает, или хочет думать. В общем, let's continue. В этом же фрагменте есть фраза I am humbled by the trust and confidence you have placed in me. Humble как прилагательное переводится как скромный, незначительный. Вот это наша любимая имха. In my humble opinion, по моему скромному мнению, например. To humble someone, это уже глагол. И переводится как дать кому-то понять, что этот человек не настолько важный и особенный, как он о себе думал. Или сбить с кого-то спесь. Или даже унизить иногда, в зависимости от контекста. Слова Тома сбили с меня спесь, смирили меня. Ты пытался меня унизить, но, но. Также это слово можно использовать в качестве прям вот такой искренней благодарности. Когда ты даже не думал, что заслуживаешь чего-то, а оно случилось. Очень часто это можно слышать, когда там люди Оскар получают, вот какие-то такие истории. По сути, это лучший глагол и лучшая реакция на случай, если вас хвалят или награждают. Например, как это было с Обамой, когда ему вручали Нобелем. Говорит Обаме кто-то. Вы только что выиграли Нобелевский приз мира. За то, что... просто за то, что вы не Джордж Буш. Как ощущения? И Обама отвечает. На русский я бы перевела это как И интервьюер ему отвечает, что ну да, а ты ничего так, а вы ничего так, видимо, раз мы об Абаме говорим. Тут Байден обещает заслужить своей работой доверие всего народу. Ведь суть Америки именно в людях, на которых и будет работать его администрация. Цель самого Байдена это перестроить костяк нации, то есть ее средний класс. Нас здесь интересует фраза Что означает претендовал на должность. Или, если в инфинитив мы это поставим В этом отрывке мы также имеем дело с глаголом restore. И нет, речь здесь не идет о фирменных магазинах Apple, а реально о душе. Байден обещает возродить душу Америки. I sought this office to restore the soul of America. As I said many times before, I'm Jill's husband. And I would not be here without their love and tireless support of Jill and my son Hunter and Ashley, my daughter, and all our grandchildren, and their spouses, and all our family. В этом фрагменте Байден напоминает всем, и, видимо, себе в том числе, что он муж Джилл, и что без ее любви и поддержки всей их семье его бы тут не было. Нас здесь интересует слово spouses. A spouse это формальное или официальное название для мужа или жены. Часто используется в документах или разного рода анкетах. В русском языке его эквивалентом будут слова супруг или супруга. Например. Собственность принадлежала одному из супругов до брака. Здесь Байден говорит о своей жене, педагоге, и какой прекрасной первой леди она будет. Нас здесь интересует, как Байден ее называет, а именно military mom. Так вот, military mom это мать, которая воспитала сына в вагонах. Другое любопытное слово здесь to dedicate, посвятить, но только не фонариком и не куличике на Пасху, а, например, стих или время, кому-то или чему-то. Вот так Джилл, она посвятила свою жизнь педагогике. Педагог, кстати, по-английски an educator. Вы же помните sex education? Не смотрели? Посмотрите. Так вот, Байден в своей речи радуется за всех американских educators, потому что теперь в Белом доме у них появился свой человек. For America's educators, this is a great day. You're going to have one of your own in the White House. One of your own означает один из ваших, один из своих. By the way, Джилл Байден is an English teacher. Джилл Байден у нас учитель английского. Ну, а я с вами прощаюсь, не переключайтесь, смотрите другие видео на нашем канале. Учите английский вместе с нами. Увидимся в следующих выпусках. Dedicated to Big Joe's presidential speech. See ya! Субтитры сделал DimaTorzok